МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Надо ли возвращать коронавирусные ограничения? Мнение саровчан. Проверка масочного режима. Сотрудники администрации и полиции привели рейд по общественным местам. Кубок «Золотая осень» в младежном центре прошел турнир по теннису среди юношей и девушек. Далее расскажем обо всем подробно. В торговые центры перестанут пускать без масок. От поездок на юг рекомендуют воздержаться, а офисных сотрудников заставляют переводить на удаленку. Регион за регионом возвращают коронавирусные ограничения. В Нижегородской области, согласно указу губернатора, необходимо перевести на удаленную работу тех сотрудников, которые относятся к группе риска. Однако изменения не коснутся сотрудников, чье присутствие необходимо для обеспечения производственных процессов. Наша главная задача – вместе поставить барьеры на пути распространения вируса. Чем больше людей ежедневно сидят в одном помещении, тем выше шанс возникновения очагов заболеваемости, отметил Глеб Никитин. Организации, в которых работает более 500 сотрудников, должны будут обеспечить разное время начала рабочего дня, его окончания и перерывов на обед. С интервалом не менее 45 минут. Таким образом, будут определены не менее трех равномерных групп сотрудников. Информацию об исполнении требований указа компании должны будут до 15 октября загрузить в личный кабинет на сервисе карты жителей Нижегородской области. Портал nn-card.ru. А в дальнейшем обновлять каждую неделю. В Сарове горожанам настоятельно рекомендуют воздержаться от коллективных туристических поездок в период распространения коронавирусной инфекции. В нашем городе уже есть случаи коллективной заболеваемости именно во время таких выездов. У нас была одна из поездок, где поехали 22 человека в группе. Из 22 человек 18 заболели. Двое не заболели только потому, что они переболели ранее, в начале лета. И вот двое, представьте, всего двое из 22, благодаря своему здоровью, иммунитету, а может быть еще каким-то мерам, мы не знаем, использовали ли они средства защиты, они не заболели. Вот примерная статистика, чтобы понимать нам с вами, что такое сейчас сбор в какие бы то ни было коллективы. Мы понимаем, что мы сейчас проходим ту критическую черту, за которой достаточно сложно будет оказать всем должное внимание. Специалисты подчеркивают, если рост заболеваемости будет продолжаться, то в Сарове могут быть возобновлены различные ограничения по работе организаций. За минувшие сутки в России зафиксировано рекордный прирост заболевших за все время эпидемии. 12 126 новых случаев. Из них в Нижегородской области 247. В Сарове COVID-19 подтвердили еще у 56 горожан. Выросло число госпитализированных. Из тех, кто лежит в больнице, 46 находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое в тяжелом. Более 90% заболевших пренебрегали масками. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем аккаунте в Инстаграм. Глава региона уверен, что введенные требования необходимы, чтобы избежать роста заболеваемости. Что еще необходимо предпринять и нужно ли возвращать весенние ограничения? Наша съемочная группа спросила у Саровчан. Нужны ли нам снова какие-то жесткие ограничения, самоизоляция, масочные режимы, которые вновь ввели? Я думаю, соблюдать масочные режимы, как-то личную гигиену необходимо, а вот насчет каких-то более жестких мер, я думаю, каждый сам для себя решит, нужно ему это или нет, насколько он готов рисковать. Ну а куда деваться-то? Это же национальная безопасность. С экономической точки зрения это, конечно, будет очень тяжело и, наверное, местами катастрофично. Вот, но это, как врачи скажут. Жесткие ограничения, конечно, чтобы дети дома сидели, конечно, это плохо. Ну вот, у нас такое мнение. И ведь это нечего? Нет, естественно, это действенные меры. Меньше, наверное, заболевших. Но деткам хочется и погулять, и все. Развитие, детские сады. Хотелось бы. И хотелось бы самоизоляться-то. Я думаю, что пригодится. Лучше предохраниться, чем потом неприятности такие иметь. Я считаю, что однозначно. Вернемся ли мы к всеобщей самоизоляции, покажет время. А пока врачи советуют использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать личную гигиену и внимательнее относиться к своему здоровью. Опрос для вас проводили Дарья Козина, Евгения Шевцова, служба новостей, Саров-24. Одной из жертв коронавируса стал заместитель главы администрации Сергей Анипченко. Более 20 лет он занимался вопросами социальной сферы нашего города. До этого работал врачом. Стремительное развитие болезни в течение нескольких дней привело к гибели. Прощание с Сергеем Григорьевичем прошло 9 октября. Человек, который всегда был неравнодушен к чужой беде, поддерживал и помогал решать проблемы саровчан. 6 октября после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Григорьевич Анипченко. Свой профессиональный путь он начинал пензенским врачом. Продолжил дело в нашем городе. Стал начальником отдела здравоохранения. Позже заместителем главы администрации по социальным вопросам. Сергей Григорьевич курировал многие общественные объединения. Участвовал в социальных акциях и проектах. Я председатель союза Чернобыль города Сарова, вот уже два года, и с 94-го года член бюро. Он нас курировал, он нам помогал, организовывал нашу работу. Спасибо ему. Очень много лет мы с ним проработали, более 10 лет. Очень хороший был специалист, хороший товарищ и друг. Очень добрый, внимательный всегда был. И мы гордимся тем, что Сергей Григорьевич был с нами, с ветеранами спорта. Мы кланяемся. И память об этом человеке должна быть в наших сердцах долго, долго и долго. И он должен быть примером того, как относиться к должности руководителя. Проститься с Сергеем Григорьевичем пришли родственники, коллеги и десятки жителей города, которые не раз обращались к чиновнику. Саравчане вспоминают его как отзывчивого, светлого и доброго человека, любящего семьянина, ответственного руководителя, который всегда находил время на каждого. Мы все близко знали Сергея Григорьевича, но многие из нас плотно работали с ним. Это быстро, страшно, тяжело. Многие до сих пор не могут в это поверить. Это еще раз должно нам напомнить о том, как важно беречь себя в такие сложные, в такие тяжелые моменты. И, конечно, мы всегда будем помнить Сергея Григорьевича как хорошего, близкого и настоящего человека. Мы жили, работаем вместе. Я сожалею, конечно, очень. Ей сожалею тоже, потерять такого человека. Мы потеряли очень хорошего человека и как руководителя, и как человека. Таких сейчас людей мало остается. Он был очень теплый в отношениях, очень добрый. Самое главное, он, конечно, очень любил свою семью, гордился своими дочерьми, любил своих внуков. Конечно, искренние соболезнования родным и близким. Самая большая потеря, конечно, для родных и близких, но и для города. Редакция канала «16» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Григорьевича. Отделение медицинской реабилитации на 30 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы создали в Нижегородской областной клинической больнице имени Симашко. Туда закуплено свыше 200 единиц специального высокотехнологичного оборудования. В отделении будут проходить реабилитацию пациенты со всего региона. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Цены на перчатки и антисептики выросли в России по сравнению с мартом 2020 года. Как сообщает РТ, было проанализировано более 22 миллиардов кассовых чеков. Средняя цена на перчатки составила 181 рубль за упаковку. Их стоимость выросла на 34%. Антисептики в сентябре в среднем стоили 403 рубля, а рост на 17%. При этом средняя цена на маски упала на 24% по сравнению с мартом. Бабье лето не собирается уходить из Нижегородской области. По информации синоптиков, в ближайшие дни воздух в регионе будет прогреваться до 21 градуса Цельсия. Осадков не ожидается. Дожди возможны лишь к концу следующей недели. Магнитное поле будет спокойным. Руководителю православного волонтерского центра «Радость моя» Анне Куцик присвоено звание волонтер преподобного Серафима Саровского по результатам одноименного конкурса. Звание лауреат в премию достойны 24 волонтера из 11 субъектов Российской Федерации. Проект реализует в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров при участии госкорпорации «Русатом». Согласно указу губернатора, в общественные места не должны пускать посетители без масок. Рейды по проверке соблюдения противоэпидемических правил периодически устраивают сотрудники администрации и полиции. В очередной раз специалисты посетили магазины, банки и отделение почты. Подробности далее. Антисептик для посетителей есть у вас? Не видим. Но для посетителей нет. Антисептики должны быть не только у работников в пособках, но и на входе в помещение. Это одно из требований Роспотребнадзора. Еще одно безапелляционное правило маски – находиться в них в магазине, на почте или любом другом учреждении должны все. Причем постоянно, а не только, например, на кассе. Мы говорим сразу, что без маски не обслуживаем. Начинают, конечно, оставляют. Людям не нравится. Ну, а что у нас заболеваемость? Мы говорим, что заболеваемость каждый день растет и очень большая. Сейчас ходят проверки. Все люди прекрасно знают, что нужно пользоваться масками, в перчатках ходить. Рейды в Сарове теперь проходят ежедневно. На ковидной карте области наш город выделился не в лучшем свете. Ежедневно десятки новых заражений. И меры безопасности в такой ситуации вынуждены и необходимые условия. Маски, санитайзеры, разметка социальной дистанции – это минимум, который должны выполнить все работающие с людьми учреждения. Из-за нарушения в условиях рекордных цифр в графе «Заболеваемость» простыми предупреждениями ограничиваться уже не будут. У вас могут быть вылечить ответственности. Подмомочие есть у полиции. А в ответственности у вас до 50 тысяч. Они должны основываться уже сразу. Люди не должны заходить и одевать маски. Они должны заходить уже в масках. Вот эта ситуация такая. Если вы не заходите, а даже отправляете, он должен быть в маске сразу же. Это уже будет нарушением являться. Из-за этого потом, естественно, будет вставляться протокол. Знаете, 20.6.1, сейчас первый КУАП РФД попудет. Рейды продолжатся и на следующей неделе не только в магазинах и учреждениях, но и в общественном транспорте. Во многие организации проверяющие придут повторно. И единственный действенный способ избежать наказания – соблюдать элементарные правила эпидемиологической безопасности. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Как показал мониторинг «Единой России», большинство родителей и детей довольны качеством и организацией школьного питания в Нижегородской области. В группах канала «16» в социальных сетях мы решили выяснить, как обстоят дела с завтраками и обедами в Сарове. На вопрос «Вы довольны питанием в школе?» большинство ответили «Да, все устраивает, ребенок ест с удовольствием». Еда в школе не очень нравится, но приходится есть там. Этот вариант выбрали 25,64%. 20% респондентов ответили, что ребенок в школе не ест и говорит, что не очень вкусно. Столько же пользователей считают, что раньше готовили лучше, сейчас не нравится. В Сарове прошли соревнования по теннису среди юношей и девушек «Кубок «Золотая осень». За победу спортсмены боролись в парном разряде. Турнир проводился в трех возрастных категориях. В связи с пандемией соревнования проходили без зрителей и торжественного награждения победителей. Подробности смотрите в нашем следующем репортаже. Путь на Уимболден, Ролан Горос и другие теннисные турниры «Большого шлема» начинаются в том числе и на провинциальных кортах с побед в городских соревнованиях. Попасть в рейтинг самых успешных спортсменок мечтает и Варвара Наливкина. Несмотря на юный возраст, ей всего 11,5 лет, девочка намерена стать теннисисткой мирового уровня. Спортом Варя занимается уже 6 лет. Ну, сюда я вкладываю большую часть своей энергии, потому что если бы не было тенниса, мне бы некуда было ее девать. Здесь не очень нравится, я здесь получаю что-то новое и занимаюсь спортом. В этом году традиционные соревнования «Кубок «Золотая осень» проходят с ограничениями. Рост числа заболевших коронавирусом не позволил провести полноценный турнир. Спортивные состязания проходят без зрителей и торжественного награждения победителей тоже не будет. Мы пытаемся, чтобы не было такого столпотворения. Сыграют, например, полуфинал и финал, например. И мы их сразу награждаем, а они уходят. Следующая пара идет. Награждаем, а они уходят. Ну, обычно мы, когда не было этой эпидемии, играли полностью все матчи. Вот, пьедестал был. И уже на пьедестале их награждали там по всем возрастам. Турнир проводится среди юношей и девушек в парном разряде по дрем возрастным группам. До 13 лет, до 15 и до 17. Парная игра более зрелищная, чем одиночная, так как в ней больше ударов с лёта и с мэжей. Также в этом виде соревнований спортсмены делят нагрузку поровну. А вот умение согласованно играть с партнёром приходит с опытом. Они тут друг за другом там борются, ругаются. Там где-то одиночка сейчас играл и ушёл. А парные, оно как-то так вот вместе. Все они вместе, дружненькие. В парном теннисе не должно быть лишней суеты и неразберихи. У каждого спортсмена свои задачи. И от того, насколько хорошо они их выполняют, зависит успех парного матча. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.